Слава Украине! Приветствую от Полонского. 44 страны мира, среди которых, собственно говоря, все цивилизованные страны выступили за создание международного трибунала по российским военным преступлениям в Украине, по российским военным преступникам. Причем речь идет о самых разных, начиная от бандита, террориста, мародера и садиста Путина и кончая самым последним российским уркаганом, который с оружием пришел на землю Украины убивать здесь женщин и детей. Таким образом, 44 передовых страны мира закрепили понятие о том, что ни одно преступление путинской банды, путинских бандитов и террористов не останется нерасследованным и не останется, что называется, неотплаченным. Конечно, мы не путинцы, мы не россияне, мы никого не собираемся резать, как это делают они, насиловать, грабить и убивать, потому что все вышеперечисленное характерно только для российцев. Что же касается нас, то мы отловим по одному, по два, по пять, а может быть сразу и по много будем отлавливать путинских бандитов и будем предавать их справедливому международному трибуналу в Гааге. Та же группа из 44 стран заявила о своей полной приверженности конфискации российско-фашистских средств в различных международных организациях, которые находятся, которые сейчас заморожены в пользу Украины. И, кстати, они же поблагодарили Нидерланды за предоставление механизмов по компенсации, и, как они говорят, таким образом, друзья мои, вот эта удавка на шею, на тщедушность когда-нибудь будет шея, знаете, такая, она все длиннее становится у путлеровского режима и тоньше, и международная рука, вот эта вот санкция, она все сильнее ее там давит, и очень скоро передавит вот эту вот шею этого путинского фашистского организма, и вся банда, вся вот эта вот шараж-монтаж-контора кремлевская окажется на скамье подсудимых. Все будет Украина!